Но в час, когда последняя граната уже завесена в твоей руке, и в краткий век припомнить разом надо все, что у нас осталось вдалеке. Тимур Фазлеев не видит и не может передвигаться без коляски и посторонней помощи. Однако тяга к искусству у него была с рождения. Мальчик читает стихи, занимается музыкой и успешно выступает на сцене. Я занимаюсь фортепиано, вокал, сочиняю свои авторские песни. Мне доставляет это огромное удовольствие. Я этим живу. Я живу музыкой. Возможным это стало благодаря проекту «Дорога в будущее. Помощь детям с ограниченными возможностями здоровья», который реализует республиканское движение «Татарстан. Новый век». С 2013 года общество работает с ребятами с инвалидностью, помогает им развивать творческое начало. Дети успешно поступают в музыкальные школы, колледжи и строят карьеру. Хоть я и не вижу, у меня как бы обострённые чувства, абсолютный слух. Это даёт свои некоторые преимущества. А так, в принципе, ну как и, наверное, всем остальным. Правда, есть свои некоторые проблемы и ограничения. Но так, в принципе, всё легко даётся. Проект направлен на содействие в комплексной помощи детям с инвалидностью и интеграции их в общество. Несмотря на физические ограничения, такие ребята могут иметь таланты и задачи данного общества – помочь им раскрыть потенциал и выбрать будущую профессию. И каждый ребёнок в каком-то смысле, в какой-то мере имеет в способности талант. Самое главное – вовремя заметить этот талант и помочь ребёнку оказать поддержку, помощь и дать ему дорогу в жизни. Вот с такой миссией, с таким девизом мы работаем с детьми с ограниченными возможностями. Представители общества постоянно посещают города республики и устраивают концерты с участием студентов и педагогов Казанской консерватории и детей с ограниченными возможностями здоровья, достигших высот в творчестве. Вместе они разработали адаптированную программу для работы с ребятами с инвалидностью. Я буду исполнять интересное произведение. Оно неигранное. Не часто его исполняют. Композитор Алексей Игузесман. Произведение называется «Эпплмэнни». Что я жду от концерта? Я думаю, что, как и на любых концертах, надо дарить музыку людям. Надо отдавать себя полностью. После концерта представители общества «Татарстан. Новый век» провели для местных учителей музыкальных школ и родителей особых детей мастер-класс по работе с детьми с инвалидностью. В дальнейшем здесь будут отбирать лучшие творческие номера, и дети примут участие в галоконцерте в Казани 1 июня. Для ребят это возможность раскрыть свои таланты и получить путёвку в жизнь. Светлана Шумкова, Ренат Мустафин. Новости НТР.